Всем привет! 4 июня 2020 года была представлена новая фишка мобильного приложения ВКонтакте, которая называется Клипы ВКонтакте или VK Clips. Как только я узнал об этой новости, сразу же записал видео. На тот момент функция еще не работала в приложении, но буквально на следующий день я решил проверить и обнаружил, что VK Clips уже добавлены в официальный клиент ВКонтакте для Android. Ну и собственно в данном видео я хочу поделиться первым впечатлением и показать вам, какой контент уже доступен в VK Clips. Поскольку, если вы помните, я рассказывал в предыдущем ролике, что на первом этапе обычные пользователи не смогут выкладывать свои ролики. Эта возможность доступна только звездам и популярным блогерам, которых пригласили разработчики. Продолжение следует... Итак, вступительное видео, я думаю, уже многие смотрели. Его можно поставить на паузу, продолжить воспроизведение, отключать звук, ставить лайки, комментировать, репостить. А нажав на три точки, вы можете пожаловаться, отметить, что этот контент вам не интересен, соответственно, вы не будете больше получать подобные рекомендации. Можно скопировать ссылку на клип, или же поделиться им в других социальных сетях, мессенджерах и тому подобное. Ну и теперь начинаем листать вверх и смотреть на опубликованный VK Clips контент. Сразу же можно подписаться на пользователя, если вам это интересно. Ну вот, приглашенная звезда, Екатерина Варнава. Можно посмотреть фотоколлаж. Как видите, с помощью разных жестов вы можете автоматически делать такие вот коллажи. Это просто жасть. Прикольно, то есть можно даже играть в такие вот игры с использованием AR технологий. Ну, конечно, я хотел бы, чтобы подобные технологии использовались для более разумных и продвинутых вещей, чем для таких вот игр. Здесь вообще вот интересно. В клипе автоматически отключен звук, поскольку музыка в нем недоступна. Хотя, кулик что-то говорит, но мы его, к сожалению, не слышим. Ну, а теперь начнутся такие вот челленджи, жесты на скорость. Каждый будет соревноваться, кто быстрее справится с задачей. Я думаю, первое время будет сплошное безумие VK Clips. Ну, понятно, что звезд пригласили для того, чтобы популяризировать платформу, привлечь больше пользователей. Но, по сути, сказать, что здесь что-то новое, фантастическое, оригинальное и неповторимое, я бы так не сказал. Даже Седокова влезла со своими большими красивыми глазами. В общем, я хотел бы посмотреть больше, но мои нервы просто не выдерживают, поскольку я не люблю подобного рода контент, подобного рода приложения. Не пользуюсь TikTok. Я очень надеюсь, что в VK Clips начнут загружаться ролики, не только развлекательные, но и дающие какую-то полезность, чему-то обучающие. Иначе будет очередной зашквар наподобие TikTok, лайки и прочих подобных приложений. И вот Анастасия Васина спрашивает нас. Привет, как вам новые функции в VK? Я хочу задать вам тот же вопрос и хотелось бы получить ответ в комментариях под этим видео. Вы уже воспользовались VK Clips на своем телефоне? Какое впечатление? Лично я не ожидал ничего сверхъестественного, поэтому сейчас не испытываю никаких эмоций, разочарования или чрезмерной радости. Просто все так, как и должно было быть. Всем привет, меня зовут Денис Кукаяков, мне 34 года, у меня есть жена Лена, у нас есть дочка Василиса и собака Федя. Еще интересует, будет ли это как-то монетизироваться в будущем, появится ли какая-то дополнительная реклама во время просмотра клипов. Ведь всегда, если придумывается что-то новое в ВКонтакте или в других социальных сетях, то это делается неспроста, а чтобы заработать больше денег, привлечь больше аудитории и тому подобное. В общем, давайте поделимся мнением об этом приложении в комментариях под видео, немножко пообсуждаем тему. Ну и желаю всем хорошего дня, спасибо за внимание.